Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет ребята, с вами Нитрыч и играем в Black Desert Online. Очередные плановые технические работы прошли 18 мая и подарили нам небольшие изменения. Итак, давайте вместе посмотрим, что же нам тут приготовил геймнет. Достижения. Чтобы понизить порог вхождения в игру и помочь героям, только начавшим свое неповторимое полное загадок и опасное путешествие по миру Black Desert, добавлены дополнительные награды за следующие достижения. Давайте пропустим этот момент перечисления, за какой уровень дают награду. Чтобы получить награды персонажем, который уже достиг этих уровней, персонаж должен увеличить свой уровень еще на 1. То есть мне нужно апнуть всего 60-й, это всего-то 200 часов. Следующее, запустили ивент. Причем по 24 мая это старый костюм, новое применение. То есть всеми наш любимый, не такой уж и забытый, это Валакс, который мы добавляем при точке. То есть основных у нас фейлов допустим на персонажи. 10, 15, 20. Ну без разницы, какое количество, мы максимум можем добавить лишь шанс протеста Валакса. Только до десяточки увеличить. То есть 10 плюс 10 сделать, или 20 плюс 10. Многие предсказатели говорят, что даже один Валакс помогает. Так что используйте, пробуйте. Ну и конечно же придется донатить, либо покупать за серебро сундуки с костюмами с аукциона. Но не перепутайте. Покупайте только те, которые дают какие-то статы. То есть не статы, а бонусы. Там плюс 10 процентов опыта, там плюс дальность обзора и так далее. То есть именно внешки без пустынный костюм или энта вам просто-напросто будет не разбить. Не перепутайте. Идем дальше. Навыки. Навык колдуньи частицы тьмы был изменен следующим образом. Для тех кто не знает, частицы тьмы сорка набивает по-моему максимум 30 и она их может в себя, так сказать, заряжать и у сорки повышается атака. Каждая частица восстанавливает 60 МП. То есть раньше МП восстанавливали частицы 120, а теперь восстанавливает 180. Ну, не знаю, может для кого-то это секрет, сорки МП и не нужно. Она просто-напросто его не тратит. Ну а что касаемо повышения атаки. Сорка раньше, когда поглотив частицы, получала плюс 30 атаки. А теперь она получает плюс 20 атаки. 10 атаки потеряв, это не сказать, что ее понерфили. Это может сказать, что чуть-чуть зацепило, знаете. Ну, для сорки это вообще ничтожные цифры, так как она и так мощная. 17-я в круг сорка может убить 18-го, причем ваншот, сняв допустим 20% ХП, законтролив чуть-чуть и кинув частицы. Самый мощный скил. Классы. Увеличено базовое значение здоровья у варвара, а также количество ХП-ФП, которые получает персонаж при повышении уровня. То есть, опять же, придется... Не написано, про варвары это, которые получают персонаж при повышении уровня, или про всех персонажей. Ну, я так понял, про всех персонажей. Опять же, нужно апнуть 60-й мне уровень, чтобы чуть-чуть возросло ХП. А вот варвару дали хорошенечко. Спросил я тут одного варвара 57-го уровня, было у него 2000 ХП, стало аж 2700. Представляете? То есть, на 30% примерно возросло. Это невероятный буст для гигантов, так как это можно пережить. Один выстрел там лучника, один удар сорки. Ну, очень большой буст. Боссы. Цветковый и мировой босс Красный Нос, а также цветковый босс Трусливый Пхек теперь будут реагировать на оглушающие выстрелы из тренировочного ружья. То есть, они и так реагировали, вставали в стан, однако боссы не смогут быть повторно оглушены в течение одной минуты 30 секунд после предыдущего оглушения. То есть, не получится, так сказать, вот этим багом, который все использовали на любом, на Корее, на Европе, на России. Не сказать, что это баг, просто механика игры. Сделали такой колдаун, что у него не уяс минута 30. Ну, и в игровой магазин завезли на Pay2Play. Это просто фейл! Ребята, геймнет, ну... Вообще, я никогда локализаторы не виню ни в чем, там не ругаю, но тут... Тут я приофигел. Даже ладно, вы там задержали набор раннего доступа, там... Какие-то были с этим проблемы. Но ввести память мастера... Ну, зачем? Зачем это нужно? То есть, Pay2Play и так болото болотом. Туда я никому не советую идти, новичкам, кто пришел в БДО. А теперь, из него еще делают Free2Play. То есть, совсем скоро оттуда народ свалит. Спасибо, ребята, что посмотрели данное видео. Заходите на наш сайт rpgdon.com, там вы всегда найдете свежие новости по играм. А также, заходите на наш новый канал rpgdon.tv. Там вы найдете короткие видео инструкции по многим играм и фановые видео. И как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока!